Вначале давайте откроем первую книгу царств, 10 главу, и прочитаем слова пророка Самуила, книги адресованные царю Саулу. Первая книга царств, 10 глава, 5 стих. После того, говорит Самуил Саул, как ты придешь на холм Божий, где охранный отряд филистинский, и когда войдешь там в город, встретишь сон пророков, сходящих с высоты. И пред ними псалтырь, и тимпан, и свирель, и гусли, и они пророчествуют. И найдет на тебя Дух Господен, и ты будешь пророчествовать с ними, и сделаешься иным человеком. 10 стих. Когда пришли они к холму, вот встречается им сон пророков, и сошел на него Дух Божий на Саула, и он пророчествовал среди них. Все, знавшие его вчера и третьего дня, увидев, что он с пророками пророчествует, говорили в народе друг другу, что это стало с сыном Кисовым. Неужели Исаул во пророках? Все мы стремимся не просто ходить в церковь, но познавать Господа. Все мы жаждем, чтобы Дух Божий наполнял нас. И очень часто мы подразумеваем, вот как вот в этой истории, что когда Дух Божий наполнит нас, когда мы поднимемся в нашем познании Господа и будем ближе к Нему, то в нашу жизнь придут какие-то сверхъестественные вещи, сверхъестественные дары Божьи, сверхъестественные какие-то духовные способности. Как вот, например, у Исаула было, Дух Божий сошел на него, когда он был в сонме пророков, и он начал пророчествовать. Так что даже в Израиле возникло такое выражение «Исаул во пророках». И вот у нас есть такое ощущение, такое ожидание, что наполнение Бога всегда приводит к каким-то новым сверхъестественным проявлениям. Сегодня я хочу вам показать еще одну сторону, о которой, ну, может быть, не так часто и говорят. Но когда Дух Святой наполняет нас, мы не только получаем какие-то сверхъестественные способности, но и лишаемся каких-то сверхъестественных способностей. И сегодня я хотел бы с вами поговорить о пяти сверхъестественных вещах, которые уходят из нашей жизни, когда Дух Святой наполняет наше сердце. Интересно вам? Поэтому, если ты хочешь не потерять ничего из своих сверхъестественных способностей, лучше даже не слушай этого. Потому что когда Бог наполняет нас, какие-то сверхъестественные вещи мы теряем. Первое. Давайте откроем Евангелие от Матфея, седьмую главу. И прочитаем с первого стиха. Знаменитые слова на горной проповеди, сказанные нашим Господом Иисусом Христом. Не судите, да, не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какую меру мерите, такую и вам будут мерить. Когда мы познаем Бога, когда мы приближаемся к Нему, то прежде всего из нашей жизни уходит удивительная, сверхъестественная способность оценивать других людей. Раньше ты обладал такой способностью. Ты смотрел и как бы видел людей насквозь. Ты легко там знал, вот этот человек такой, этот человек вот такой. Просто ты имел такой удивительный дар. Но когда ты начинаешь познавать Господа, ты вдруг начинаешь замечать, что ты потеряешь этот дар. И ты уже не видишь людей насквозь. Ты уже не навешиваешь им ярлыки. Ты не навешиваешь им клише. Ты вдруг понимаешь, что часто ты совершенно не знаешь людей. И ты просто стараешься в каждом, кого встречаешь на своем жизненном пути, видеть лучшее. И поймите, тут все дело в том, что почему нас Иисус учит не судить других людей. Потому что другие люди делают всегда все хорошо. Всегда все делают правильно. Да нет. Иисус нас учит не судить, потому что мы к этому не способны. Почему? У каждого из нас есть за спиной пройденный путь. Мы сталкивались с разными искушениями, разными испытаниями. У нас были какие-то победы и были какие-то потери. У нас есть какой-то и жизненный, и духовный опыт. И когда мы встречаемся с каким-то другим человеком, можно, Евгений, тебя, да? Вот другой человек, он, смотри, он родился в другом, в другое время. Он родился там, ну, в том же городе, но в другое время. Ты уже в России родился или еще в Советском Союзе? Еще в Советском Союзе. Ну вот мы хоть с тобой в одной стране родились. А со многим это еще уже и нет. Вот, вот, вот. И смотри, и ты вдруг что-то замечаешь в его жизни. И ты тут же начинаешь судить то, что видишь в его жизни. Тебе почему-то кажется, что ты сверхъестественно знаешь. Вот какой он. Но в действительности ты можешь его оценивать только исходя из твоего жизненного пути. Но он не шел твоим путем. У него за спиной его путь. Понимаете? Как ты знаешь, если бы ты шел его путем, не поступил ли бы ты на его месте часто еще хуже, чем поступает он? Понимаете, о чем я сейчас говорю? Ты оцениваешь его со своей позиции, но он не в твоей позиции. Он в своей позиции. Спасибо. Я поясню, что я имею в виду. Вот, например, моя бабушка, когда она была жива, я был ребенком, она любила брать меня с собой куда-то в поездки. На отдых она меня с собой брала. Я очень любил путешествовать вместе со своей бабушкой. Но меня всегда раздражало в ней одно качество. Каждый раз, когда мы отправлялись в путешествие, и ехали либо там в аэропорт, либо на железнодорожный вокзал, она всегда приезжала очень-очень-очень заранее. Часа за четыре, если не за пять. Если в аэропорт, то вот приехать за шесть часов, это было совершенно нормальное дело. И вот мы приезжали туда очень-очень заранее. И сидели час, и два, и три, и четыре. И я помню, так злился на бабушку. Говорю, бабушка, что мы так приехали рано? Зачем мы тут сидим? Уж столько времени. Она всегда меня утешала. Говорит, ничего, скоро наш там самолет, или на скоро поезд поедет. Не переживай. И на следующий раз было то же самое. И я так любил ездить с бабушкой. И так не любил, что мы так много времени проводим на вокзалах, в аэропортах, так много времени. И потом, я помню, мы как-то общались с моим отцом, и мне отец рассказал, говорит, ты пойми, вот ее молодость, и она прошла в тяжелые годы. Это и предвоенное время, и война, и послевоенное время. И там, говорит, часто люди с билетом уехать не могли. Там штурмовали поезда, и на крышах ездили в этих теплушках. И вот формирование ее личности произошло вот в таких условиях. И у нее внутри вот есть постоянное беспокойство, что даже если у нее есть билет, она может не уехать. И из-за этого она приезжает раньше. И папа говорит, тебе же нравится с ней путешествовать? Я говорю, да. Он говорит, если тебе нравится с ней путешествовать, вот прими такое качество, ты уже ее не переделаешь. Вот она такая. Вот нам, говорит, ее уже не понять. Мы выросли в другое время. Я помню, тогда на меня это так разговор повлиял, потому что я вдруг увидел, что я ее оцениваю со своей позиции. Я, мальчик, чье детство прошло в 70-е годы, совершенно не понимаю людей. То есть я могу их умом понять, что значит там жить в 30-е годы, или в 40-е, или в 50-е годы, там, вот теперь. Я могу это понять, да. Мы можем там какие-то фильмы смотреть про то время, но мы с вами никогда этого не ощутим. А они жили в этой ситуации. И нам легко порой осуждать их, или подсмеиваться, или видеть какие-то там недостатки. Это только потому, драгоценные, что мы в другой позиции находимся. И когда Дух Божий наполняет тебя, ты вдруг перестаешь судить других людей. Ты перестаешь... Вот у тебя вот это сверхъестественное качество оценивать всех. Оно куда-то испаряется. И ты вдруг осознаешь, что ты многого не знаешь, многого не понимаешь. И ты, например, смотришь, какая-то сестра приходит на собрание, и вот она сидит часто, и когда лидер прославления говорит, давайте будем радоваться, веселиться. И ты смотришь на нее, она не прыгает, она не радуется, не веселится. Она, может, грустная какая-нибудь стоит. И бывает внутри, думаешь, как так? Надо же веселиться, надо же прыгать. И он прям со сцены говорят, ты сидишь, не веселишься, не прыгаешь. И была такая ситуация. Потом, когда одна верующая, там как-то вот ходила какая-то невеселая, а потом мы как-то сидели, она пришла ко мне, мы общались с ней, и она мне рассказала, что происходит в ее жизни, что происходит в ее семье. И я вдруг осознал, через какие величайшие трудности, с которыми я в жизни никогда не сталкивался лично. А она сталкивается, я думаю, она через такое проходит, и у нее вообще силы-то есть до церкви дойти после всего этого. И мне так стыдно стало вот за то, что порой, знаете, мы внешне так друг друга оцениваем, да, вот что-то он не тудил, это что-то плохо веселится там, этот наоборот там, вот слишком много веселится. И на самом деле, знаете, за этим стоит гордость. За этим стоит гордость. Почему? Потому что вот мы все как бы оцениваем со своей позиции, и мы почему-то убеждены, что наша позиция – это и есть вообще мирила истины. Мы вот мирила истины. И вот мы так вот оцениваем. Вот подходим, можно Миша и Евгения, да? Вот смотришь, что два брата, да? И ты начинаешь себя оценивать. Подойдите сюда. Вот два брата, да? Вот. И ты думаешь, так, вот, оцениваешь. И начинаешь его. А он какой-то слишком шумный. Слишком какой-то шумный, все-таки все время бегают, куда-то надо, да? Как бы у него ручка суеты слишком задрана. Этот, наоборот, слишком какой-то хует, улыбнулся бы, нет. У него ручка, наоборот, опущена. А у меня идеально. Я не слишком веселый, но я не такой смурной. Я в идеальном балансе нахожусь, да? И вот точно так же ты всех смотришь. Всех людей ты же так оцениваешь, да? Этот какой-то, знаете, что-то, вот какой-то, ну, какой-то супердуховный, что-то там библию, бубанит как-то. Ну, какой-то верующий супердуховный. Это вообще не духовный. Не молится что-то, ничего, Библию я у него не вижу. Я идеальный. Я не супердуховный там, ну, и не какой-то такой плотский христианин. И вот мы по всем параметрам, нам кажется, у кого-то ручка слишком вверх, у кого-то, наоборот, а вот у нас прямо вот выстроен баланс идеально. Вот идеально. И когда мы ожидаем по Писанию единства Духа в союзе мира, то что мы ожидаем? Какого единства? Эту ручку пониже сделает, эту ручку повыше, и все будут как я. И наступит мир, покой и гармония в церкви. Все станут, как я. Пробуждение придет. Все станут, как я. И это прекрасный взгляд, если не учитывать, что он думает точно так же про себя, и он думает точно так же про себя. И для него я чересчур, может быть, у него там задор на животике, и ему говорят, ну, Виктор хороший, но ему надо чуть-чуть как-то вот эмоций побольше, как-то он виловат. А для этого, наоборот, Виктор хороший, ну, что-то с эмоциями перебарщивать, пониже бы ему чуток. Про это вообще не говорим даже. У него шансов нет. Понимаете? И мы вот все троем собираемся, да, и мы все ждем единства. Я жду единства, что все будут как я, он жду единства, что все будут как он, а он жду единства, что все будут как он. И ничего не происходит. Потому что мы всех начинаем судить со своей позиции. А Библия говорит, только он, только Господь знает сердца людей. Понимаете? Мы лишь видим какие-то результаты, которые мы, честно говоря, часто очень неправильно трактуем. У вас была в жизни такая ситуация, когда вот у вас сложилось какое-то впечатление о каком-то человеке, а потом вдруг вы узнали большее, и вам стыдно стало за то, что вы на него навешали какой-то гирлык или клише. Было такое, да? Потому что вы не знали. А когда вы узнаете что-то большее, у вас и взгляд друг на друга меняется. Но сколько бы мы друг про друга не узнавали, мы никогда не узнаем того, что знает Господь. Он знает все. Поэтому Бог говорит, оставь кому суд? Ему. Только он. Он не видит не только лица, он сердце видит. Мы в основном видим лица. Он слишком веселый, он слишком грустный. Я идеально прямой. Нормальный. И так думает каждый из нас. Спасибо, братья. Поэтому, когда ты познаешь Бога, ты вдруг понимаешь, что единство, это не когда все будут как ты, а когда мы научимся принимать друг друга таких разных и таких непохожих. Кто-то у нас мега харизматичен, кто-то наоборот, какой-нибудь консерватор. Почему нам не быть всем в одной церкви? У нас разные темпераменты. У нас могут даже разные быть какие-то вещи. Но когда мы считаем, что только мы можем мудро оценивать людей, и мы четко, нам кажется, что прямо вот как мы обо всех думаем, так точно и Бог обо всех думает. Так вот, когда ты по-настоящему Бога познаешь, ты этого сверхъестественного качества лишаешься. Второе. Оно связано с первым, но отличается. Познавая Бога, мы лишаемся сверхъестественной способности всегда знать, что нужно делать окружающим. Вы знаете, я вот, есть такой, ну, в психологии эффект Даннинга-Крюгера. Я как-то даже на одном собрании много об этом говорил. В общем, этот эффект Даннинга-Крюгера, да, в психологии, говорит о том, что часто, когда человек мало знает, он очень уверенный. А чем больше ты узнаешь, тем больше такое сомнение у тебя. Ну, ты вот так много знаешь, что ты уже не такой уверенный. Вот. Когда ты мало знаешь, да, когда ты ничего не знаешь, ты думаешь, что Земля вращает, точнее, Солнце вращается вокруг Земли, да, потом узнал побольше и понял, что нет, это Земля вращается вокруг Солнца. А потом узнал еще побольше, и ты понимаешь, да никто ни вокруг чего не вращается, все мы так летаем. По большому-то счету, где точка отчета, с которой можно все сравнивать? Солнце, земля, да что хочешь. И у тебя уже меняется взгляд, меняется представление. Когда люди недавно с Господом, они вообще абсолютно уверены, у них есть просто планы для каждого, они абсолютно убеждены, этому нужно ехать в библейскую школу, ты чего тут сидишь, езжай в библейскую школу, этому нужно срочно какую-нибудь на миссию в Африку, что ты тут сидишь, езжай, на миссию в Африку, этому нужно больше библию читать, он ничего не знает. Это вообще не духовно, ему нужно молиться, учиться. И ты все знаешь, у тебя просто сверхъестественная способность, вот я поставь здесь на сцену, ты всем распорядишься, ты знаешь, ты знаешь, ты знаешь, но только все основные вещи, то есть главное в жизни, ты знаешь, ты знаешь, как нужно Россию управлять, ты знаешь, тебя никто не спрашивает, и в этом проблема Россия. Ты знаешь, как управлять церковью, лучше всех знаешь, если бы только ты начал управлять, весь Екатеринбург сбежался бы сюда, но проблема, никто твоей помощи как-то не спрашивает. То есть ты все знаешь, как страной управлять, как церковью управлять. И есть малозначительные вещи, которые ты не знаешь, там что с женой делать, ты не знаешь никак, вот она не слушается тебя, и все, вот тут проблема, семья у тебя разваливается, и тут ты не знаешь. Ну это мелочь. А в больших вещах тебя не свернуть, ты убежден, ты уверен, у тебя сверхъестественная способность и страной управлять, и церковью управлять. Жалко никто не дает рычаги. Ты бы тут устроил всем пробуждение и процветание. Когда приходит познание Бога в твою жизнь, ты вдруг понимаешь, что как мало ты знаешь. И самое главное, что ты можешь сделать в своей жизни, это научиться в любви, в мире жить в своей семье. Я как-то рассказывал историю, которая в свое время на меня очень сильно повлияла. У меня дядя мой, он уже более 40 лет, даже где-то 50 лет он трудится в одной из больниц нашего города, он там зав. отделением. Мы как-то с ним сидели, он мне рассказывал, что когда он только-только закончил медицинскую академию нашу, тогда это еще назывался у нас медицинский институт в советское время, он говорит, когда я только окончил и был молодым врачом, я знал, как лечить любую болезнь. Но прошло время, одно десятилетие, второе, третье, и он говорит, и теперь, говорит, я не тороплюсь с рецептами, с назначениями, с диагнозами, я теперь понимаю, как многого всего я не знаю и как много разных разнообразных случаев. И вот он со мной, когда разговаривал на эту тему, рассказывал мне все это, слушая его, я вдруг понял, что у меня ведь в жизни похожее что-то произошло. Я когда был молодым пастором в начале 90-х годов, у меня был вообще рецепт жизни и рецепт судьбы для каждого прихожанина в церкви. Проблема, что не все хотели эти рецепты соблюдать, но у меня они были. Знал, что нужно всем делать. А этому надо туда, этому надо туда, этому надо туда. И у тебя такое ощущение, что ты просто, как Господь Всеведущий, все для всех знаешь. проходит какое-то время, и ты вдруг начинаешь понимать, когда ты познаешь Господа, что очень многие вещи, которые ты думал, что нужно делать так, а на самом деле лучше их было так совсем не делать. И с познанием Бога ты все больше и больше начинаешь уповать не на себя, а на Него. И я как пастор понимаю, что самое главное, и, наверное, может быть, единственное главное, чему я призван учить людей, это искать в своей жизни водительство Духа Святого, а не стать для них вот такой псевдозаменой этого водительства, понимаете? Но это приходит только с познанием Бога, потому что по молодости нам, в принципе, и Бог-то не нужен особо. Мы же сами знаем, для кого какую волю придумать. Поэтому, когда мы познаем Бога, то мы лишаемся этой сверхъестественной способности знать, что кому нужно из всех наших окружающих делать. Мы понимаем, что знает все только кто? Господь. И по большому счету, очень часто сегодня то, что я делаю, это просто молюсь за людей, чтобы Бог их лично коснулся и их лично направил. Третье, тоже оно связано с всеми предыдущими, но тоже несколько отличается. Когда ты познаешь Бога, то ты лишаешься сверхъестественной способности всегда знать, что правильно, а что неправильно. у вас было такое в жизни, что вот в течение вашего христианского пути ваш взгляд, ваша точка зрения на какой-то вопрос полностью изменилась. Бывало такое? Вот, например, когда вы стали христианином, вы думали так, а теперь прошло, например, 15 лет, и вы уже об этом думаете совершенно иначе. Бывало такое? А бывало так, что на какую-то тему в течение жизни у вас не один, а несколько раз поменялась точка зрения. Теперь вопрос. А вы уверены, то, что вы сейчас думаете об этом, не изменится в будущем? Я часто повторяю, что только Бог неизменный и при этом счастливый, потому что Он всемогущий, всезнающий, всем ведущий, вездесущий. Он ни в чем не может не развиться, не стать более совершенным, потому что Он полнота всего совершенства. но у нас-то ведь не так. И когда мы оцениваем, да, вот с чего началось грехопадение? Когда человек вкусил с древа познания чего? Добра и зла. И мы теперь точно знаем, что такое хорошо и что такое плохо. Во всем знаем. Когда ты начинаешь познавать Господа, ты вдруг осознаешь, что у тебя нет такой сверхъестественной способности всегда знать, что такое хорошо, что такое плохо. Конечно же, есть заповеди, я не про это говорю, что там лгать ужасно, воровать ужасно, да. Библия говорит нам, но есть вещи, где наш взгляд может меняться, А мы судим других именно по тому, как мы сейчас мыслим. А ведь наши мысли на эту тему могут еще не раз измениться. И таким образом мы сами того не замечая делаем свой разум мерилом истины. А в Новом Мазовете сказано, помните, Иисус сказал, я есть путь, истина и жизнь. Истина это личность Иисус Христос. Если ты желаешь больше познавать истину, тебе нужно быть более близки, строить более близкие отношения с Господом Иисусом Христом. И когда ты начинаешь строить такие отношения, ты вдруг начинаешь замечать, что твой взгляд меняется, вот эта сверхъестественная способность все судить, вот это правильно, это неправильно, она куда-то уходит. Помните эту историю, когда к Иисусу привели блудницу, и тогда Иисус спросил у судей, кто из вас без греха первый брось в нее камень? Помните, да? И все ушли. И тогда Иисус сказал, где твои обвинители, и я не сужу тебя, иди и впредь не греши. Вот заметьте, насколько подход Иисуса, подход благодати отличается от подхода, когда люди четко знают, вот это правильно, это неправильно, за это наградить, за это побить камнями, люди все знают, все видят, просто сверхъестественное знание приходит. Я вот замечаю, драгоценное, что с большей духовной зрелостью внутри начинает больше проявляться Христос, и ты становишься более милосердным к другим людям, более милосердным, если тебе уже так уж очень сильно хочется кого-нибудь там поразбирать, ну себя разбирать тогда, а к другим будь милостив, будь открытый, и чем больше ты будешь познавать Бога, тем больше ты будешь терять вот эту сверхъестественную способность всегда знать, кто прав, а кто не прав, почему? Потому что с познанием Бога внутрь приходит смирение и скромность, а гордость это всегда, когда для тебя твое мнение становится твоим Богом. Следующая способность сверхъестественная, которую мы теряем, вот у меня она часто проходит, познание Бога лишает тебя сверхъестественной способности быть всегда невиновным. людей, люди, которые обычно живут вдалеке от Бога или просто формально ходят в церковь, они, как правило, ни в чем не бывают виноваты. Всегда во всех твоих проблемах, во всех твоих каких-то сложностях виноват кто-то другой. Виноват там правительство, виноват верующие, домашняя группа виновата, пастор виноват. Все всегда виноваты, какие-то ситуации в жизни сложные, какие-то обстоятельства, обстоятельства непростые. Все всегда виноваты, но не ты. Но не ты. И у тебя есть удивительная сверхъестественная способность, которая унаследована тобой еще от Адама в любой ситуации оправдывать себя, потому что ты невиновен. Это как в Эдемском саду после грехопадения. Бог спросил у Адама, что ты сделал. Что Адам сказал? Жена. Сверхъестественная способность. Невиновен. Крайней степени невиновен. Жена виновата. Жена сказала. Змея. И все всегда сваливают на другого. И мы поэтому всегда удивительны просто белые лебеди, в то время как другие просто тонут в своих недостатках и проблемах. Вот когда приходит познание Бога, ты вдруг лишаешься этой сверхъестественной способности, и ты начинаешь тоже изредка быть виноватым. И поэтому тебе есть в чем каяться. А когда есть в чем каяться, есть в чем меняться. Правда же? Мне вот очень нравится. Давайте откроем Евангелие от Луки 10 главу. Евангелие от Луки 10 глава. 25 стих. Знаменитая история, когда один законник, искушая Иисуса, сказал «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему «В законе что написано? Как читаешь? Он сказал в ответ «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоею и всею крепостью твоею и всем разумением твоим и ближнего твоего как самого себя». Иисус сказал ему «Правильно ты отвечал так поступай и будешь жить». Но он смотрите законник желая оправдать себя. То есть поймите люди не только друг перед другом себя оправдывают перед Богом перед Христом мы все время себя оправдываем потому что мы никогда ни в чем не виноваты. Все дети виноваты там муж виноват жена виновата родители виноваты страна виновата общество виновата коллеги на работе миноваты все вокруг виноваты и поэтому мы желаем оправдать себя потому что конечно ближнего мы должны любить как самого себя тут вопросов нет вопрос в другом где этого ближнего найти потому что вокруг нас люди которых невозможно любить как самого себя потому что они же реально намного хуже это же очевидно для всех И вот он, желая оправдать себя, сказал Иисусу, а кто мой ближний? Иисус готов любить ближнего, как самого себя. Ну ближнего не вижу здесь. А тех, кого вижу, ближним назвать не могу. Далекие или недалекие люди от меня. И вот смотрите, дальше Иисус в ответ рассказал ему что? Знаменитую притчу о добром саморенине, да? Когда ограбленный разбойниками лежал, прошел священник, не обратил внимания, прошел левит, не обратил внимания. Добрый саморентин обратил внимание и помог ему. И смотрите, 36 стих. Кто из этих троих, спрашивает Иисус у законника, думаешь ты был ближний попавшемуся разбойникам? Он сказал, оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему, иди и ты поступай так же. Видите, раньше мы часто перекладывали ответственность на других. А когда приходит познание Бога, ни на кого эту ответственность не переложишь. И случайно Иисус и показал нам вот пример, когда саморянин помог. Этот человек отличался от израненного Иудея по многому. Они не сообщались и считали друг друга там еретиками. У них было много отличий друг от друга. Но когда один помог другому в беде, вот что означает быть ближним. Вот кто твой ближний. То есть любовь идет за часто национальные какие-то границы, расовые границы, сословные границы, даже религиозные границы. Мы перестаем оправдывать себя. Этому я не мог помочь, потому что он вот такой. А этому я не мог помочь, ну он вообще там вот такой. А этому я не мог помочь. Мы всегда себя оправдываем. Почему мы что-то не сделали? Почему мы что-то не смогли? У нас всегда есть отговорки и оправдания. Когда ты познаешь Бога, эта сверхъестественная способность постоянно себя выгораживать, вдруг начинает исчезать. И ты начинаешь себя ощущать ответственным и за свою жизнь, и за других. И чем больше твой духовный возраст, чем больше твоя духовная зрелость, Чем больше ты познаешь и переживаешь Бога, тем больше ты готов не складывать себя, а наоборот брать на себя ответственность за других, за других людей. И последнее, пятая, сверхъестественная способность, которую ты теряешь, у тебя уходит сверхъестественная способность комфортно общаться с людьми со сверхспособностями. Раньше ты спокойно мог быть в компании людей, которые все знают, которые всех судят, которые знают, что надо делать, что не надо делать. Тебе там было нормально и комфортно. Но когда ты начинаешь познавать Господа, ты понимаешь, что часто худые сообщества ни к чему хорошему не приводят. И ты начинаешь искать других людей. Тебе уже некомфортно там, где всезнайки, там, где духовные эксперты, там, где всех осуждают, там, где там все умные, там только вокруг все неумные. Тебя постепенно некомфортно начинает с этими людьми быть. Ты хочешь быть теми, кто любит, кто прощает, кто, прежде всего, воспринимает проповедь не для кого-то вокруг, а для себя самого. И в самом конце я хочу прочитать из первой главы Деяния апостолов, шестой стих. Перед восхищением Иисуса Христа, написанные его ученики, сойдясь, спрашивали его, говоря, «Не все ли время, Господи, восстановишь ты царство Израилю?» Он же сказал им, «Не ваше дело знать времена или сроки, которые отец положил в своей власти». «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». Мы почему-то очень часто думаем, что познание Бога, наоборот, должно нас наделять способностями, сверхъестественными, конечно, знать времена, знать сроки. Потому что смотришь на некоторых проповедников, такое чувство, что там они как Бог все знают, времена, сроки. Но когда мы читаем слова Христа, Он говорит, да вы не на том и концентрируйтесь. «Когда сойдет на вас Дух Святой, то вы будете мне свидетелями». Свидетель – это тот, кто присутствовал на каком-то событии или мероприятии, о котором он рассказывает другим. То есть он не просто что-то об этом слышал или прочитал, он лично там находился. Познание Бога приводит нас к тому, что мы становимся Его свидетелями. Мы не просто рассказываем там истории о разных проповедниках, один то переживал, другой это. И даже не просто рассказываем истории из Библии. Но у нас есть некое свое личное духовное переживание, личный духовный опыт, личные встречи с нашим Господом и Иисусом Христом, о чем мы свидетельствуем всем окружающим. И реально переживание Бога лишает нас некоторых. Ну, конечно, я думаю, вы поняли, что я говорил о псевдо-сверхъестественных способностях, когда люди, не задумываясь, судят окружающих. Прям такие они супермены. Или знают, как надо. Или там всем готовы будущее нарисовать. Там всем окружающим. Все они, все знают. И знают, кто виноват. Только знают, что они никогда ни в чем не виноваты. И когда ты вдруг познаешь Бога, ты вдруг видишь, что эти псевдо-сверхъестественные способности постепенно покидают тебя. Одно за другим. Одно за другим. И остается только это вот познание Господа и Иисуса Христа, когда ты словно всей своей жизнью, своим образом жизни свидетельствуешь окружающим о Божьей любви. И вот в этой атмосфере уже даже вопросов об этих временах и сроках, обычно все эти вопросы интересуют людей, которые очень далеки от Бога. Потому что чем больше ты Его познаешь, тем меньше тебя эти времена и сроки начинают интересовать. Ты все меньше играешь в эти псевдо-духовные христианские игры. И ты больше переживаешь Его. И ты понимаешь, что все в Его руках, все, когда надо, начнется, и все, когда надо, закончится. Наше призвание просто быть в контакте с Ним и сиять Его светом так, чтобы мы могли сказать, да, мы церковь, свет этому миру, город, стоящий на вершине горы. Мы церковь, которая всему нашему городу свидетельствует о любви, благости, милости и спасении во Христе Иисусе. Нам не нужно драгоценные придумывать какие-то вещи. Нам не нужно придумывать игры в сверхъестественные вещи. Да вы поймите, мы уже являемся причастниками божественного естества. Внутри нас находится Иисус Христос. Христос у нас, говорит апостол Павел, упование славы. Хочешь сверхъестественного, настоящего, проявляй больше Его через себя в своей жизни. Его любовь, Его милость, Его прощение, Его благодать, Его сострадание. Пускай это просто проявляется через тебя. И в этом мире, когда по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь, мы должны сиять Его любовью, Его милосердием, Его радостью, Его блаженством. И этим свидетельствовать о том, в кого мы уверовали, и кого познаем больше и больше, и к кому приближаемся все ближе и ближе. Давайте сейчас закроем глаза и склоним головы. И я бы хотел, чтобы это послание каждый из нас воспринимал лично. Потому что так легко жить в иллюзиях, что ты все видишь, что ты все знаешь, что ты так все судишь, ты все понимаешь. Как помните, церковь из Откровения, которая считала, что она богата, разбогатела и ни в чем не имеет нужды. А в действительности все было иначе. Точно так же и мы потом порой живем вот в этих иллюзиях, словно мы сверхъестественно понимаем, кто прав, кто нет. Мы можем так всех судить, клеить всем ярлыки. А когда приходит настоящее познание Бога, мы эти сверхъестественные способности утрачиваем. И мы перестаем судить друг друга. Мы понимаем, что истинная суть у Бога. Мы перестаем указывать друг друга на разные времена и сроки. А понимаем, что самое важное, самое главное, чтобы лично наша жизнь свидетельствовала о Иисусе Христе, о наших встречах с Иисусом Христом. И если это не происходит, то ты никого не можешь обвинять или осуждать. Ты должен на себя взять ответственность. Потому что если в твоей жизни ты еще не переживаешь Господа так, как ты хотел бы, то никто в этом не виноват. Это твоя жизнь. Возьми за нее ответственность. Перестань винить всех вокруг. И ты увидишь, что чем больше ты лишишься этой сверхъестественной способности всегда и во всем себя оправдывать, тем больше ты на самом деле начнешь переживать божественную реальность. всемогущий Господь, я прошу Тебя, коснись каждого моего брата, каждую мою сестру во Христе Иисусе. Каждый из нас, Господь, на определенном этапе, на определенной ступени в своей духовной жизни, в своем благопознании, Господь. Я молю Тебя, мой Бог, чтобы мы все продолжали двигаться, продолжали возрастать, Господь. Не судили друг друга, не унижали друг друга, не давали этих скоропалительных оценок друг другу, Господи. Избавь нас от этих псевдоспособностей, основанных на нашей самоуверенности и эгоизме. Избавь нас, Господь, от этих иллюзий и дай нам увидеть реальность. Только тогда мы можем любить друг друга и ценить друг друга. Только тогда, Господь, мы понимаем, что окружающие нас люди призваны служить Тебе не по нашему пониманию Твоей воли, а по своему личному поиску, и никто сегодня не призван быть посредником между людьми и Богом. Есть только один и Его имя Иисус Христос. И Христа достаточно, чтобы идти во святое святых небес. Поэтому, Боже, избавляй нас от этих самодовольных, самоуверенных качеств и давай нам настоящее, Господи. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Соу, Роман, Декей. Благослови, Господь. Благослови. Часто эти псевдоспособности разрушают отношения между нами. А настоящее познание Бога восстанавливает отношения. Мы видим ближних вокруг себя. Ближних в людях, которые на нас не похожи, которые другие, отличаются. Но Ты умер из-за них так же, и они так же дороги для Тебя. И мы все разные составляем одно тело во Христе и Иисусе. Поэтому я молю Тебя, чтобы мы учились уважать друг друга, почитать друг друга. ценить друг друга, не осуждать друг друга, не унижать друг друга. Учи нас, Господь, жить в этой нелицемерной, нелицеприятной любви. Мы не хотим пустого фарисейства. Мы хотим, Господь, настоящего, настоящих отношений друг с другом и настоящих отношений с Тобой, Господь. Мы верим в настоящие сверхъестественные дары, и нам не нужны эти псевдоподделки под сверхъестественные. Мы верим в настоящую силу Божью, и нам не нужна эта псевдоимитация. имитация. Мы верим, Бог, что когда мы доверяем Тебе, когда мы следуем за Тобой, Ты ведешь нас в самое лучшее. Даже когда, возможно, мы не знаем, не до конца понимаем, но мы все равно верим, что Ты выведешь нас, направишь нас во имя Иисуса Христа. Каждый в этом зале так дорог для Тебя, так ценен. За каждого в этом зале была пролита кровь Иисуса Христа, которая омыла нас, убелила от всякого греха самооправдания, гордости, надменности, самоуверенности. Избавь нас, Господь, от всего этого через истинное познание Тебя, когда мы в Твоем присутствии преобразуемся, уподобляемся Тебе, наш Господь Иисус Христос. Да будет Тебе вся слава, честь и хвала. Возьми руку ближнего. Господь, спасибо Тебе за церковь, спасибо Тебе за собрание верующих людей, спасибо Тебе за каждого человека здесь. Спасибо Тебе, Иисус, за то, что Ты соединил нас разных, непохожих. И я молю, чтобы дьявол не разбивал наши отношения, не сеял в нас осуждения друг в отношении друга. Я молю, чтобы мы не давали место дьяволу клеветнику братьев наших. Я молю, мой Бог, чтобы мы действительно любили друг друга, чтобы мы могли поддерживать друг друга, помогать друг другу, ценить друг друга. Спасибо Тебе, Иисус, спасибо Тебе, Господь. Аллилуйя, Иисус. Хвала Тебе, Господь. Избавляй нас от осуждения, от самооправдания, от надменности. Очищай. Потому что все это мешает нам по-настоящему любить друг друга и быть едиными друг с другом. Благослови, Господь. по имя Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа. И каждый верующий доскажет Аминь.